Приветствую вас! Воспитывать мужчину, конечно, можно. Можно его постоянно направлять, можно его постоянно как-то осаждать, можно терпеть его поведение, потому что оно, ну, вот такое, да, можно относиться спокойно к его выходкам, потому что, ну, эти выходки, они определенно свидетельствуют о невдержанности мужчины, о том, что человек еще не умеет себя контролировать, не умеет он абсолютно как-то себя вести нормально и правильно, и я думаю, что в этой ситуации вам, ну, действительно, в этой ситуации вам, вам нужно, знаете, что-то сделать. Вот сначала, в начале, определите для себя, каких отношений вы хотите. То есть, какую роль, какое место в отношениях вы сами хотели бы занимать? Ну, какую позицию? Позицию ведущей, позицию ведомого, позицию еще кого-то. Определите, какой-нибудь вы хотите равноправных отношений. Просто задайте себе этот вопрос. Он не такой, мне кажется, сложный. Это вот, наверное, первый момент. Дальше, значит, следующее. Мужчина, вашим. Он привил себя. Вы видели, что, несмотря на его симпатии, он может прилюдно вас оскорбить, прилюдно вас унизить и вообще. То есть, проблем с этим у него нет. Что это значит? Это значит, что у человека есть, ну, определенные разграничения. Разграничения от того, например, что он хочет для себя и того, как он воспринимает вас. Если бы он был к вам совсем уж искренним и любил бы вас, ну, вряд ли он бы на вас не кричал, потому что понимает, что то, что у вас отношения, или то, что у вас могут быть отношения, или то, что у него батя к вам, ну, не означает, что мощно и нужно вредить рабочему процессу. А мужчина еще, к сожалению, не доверял до этого понимания. И, конечно, это не ваша вина. Это и не его вина. Все поднается с опытом. Все приходит с опытом. И в этом нужно отдавать, на самом-то деле, отчет себе. И в этом нужно отдавать отчет, кстати говоря, и вам. Потому что он-то еще пока не отдает себе в этом масштабе. Но он, как бы сказать, и не должен. То есть не должен, чтобы именно не должен, а скорее он еще не может, не умеет. Он, ну, не понимает, как это. И вам нужно понять, что в этой ситуации у вас на самом деле. Два варианта развития ситуации. Первый, первый вариант развития ситуации, это когда, если вы, условно говоря, будете во всем его тянуть за собой. Ну вот, хотите вы его тянуть за собой или нет, это вам и шаг. Если вы хотите занимать в отношениях рост такого вот сдерживающего фактора, ну вам, как бы, тогда вам нужно и соответствующее поведение поведение продвигаться. Потому что, ну, объективно, молодой человек еще не готов к тому, чтобы вести себя соответственно образом, соответственно возрасту, соответственно тому, чем, что, возможно, вы сами от него хотели бы. И это для вас, ну, я бы сказал, некоторая проблема. Ответ мне, если вы не хотите этого, если вы хотели бы других отношений, если вы хотите отношений более зрелых, более спокойных, более равноправных, то этот молодой человек вам не подходит и нужно для себя понять такую вещь, что вы не то, что вы любите вот вот прямо его, как такового. Не то, что у вас чувства есть к нему, как к таковому. Скорее, речь идет здесь о том, что он вам нравится тем, что проявляет симпатию. Симпатию проявляет, да. Но это, простите, не то же самое, что может представлять из себя, например, истинное чувство. В таком случае. И если вы хотели бы для себя сам одних отношений, а в действительности получается так, что вы имеете другие отношения, то вы знаете, ничего хорошего, к сожалению, в этом нет. И если вы будете в отношениях такого типа, то вы будете себе вредить, а если вы будете себе вредить, то это риск. Риск того, что вы впадете в зависимости от этих отношений, и ни к чему совершенно хорошему они не приведут. Вот вы и постарайтесь подумать о том, что я вам сказал в этом контексте. И, собственно, исходя из того, что вы догадите для себя, исходя из того, что вы решите для себя, и нужно будет принимать, нужно будет делать выбор. Так, ну, то, что он на вас согрешал, реагировать зеркально не стоит, скорее нужно вести себя спокойно, я бы даже сказал, преувеличен холодно с ним, и показать ему таким образом, что его поведение к вам недопустимо. Потому что если сейчас это спустить на, так сказать, тормозах, если, ну, попустительски отнестись к тому, что он сделал, то он будет поступать так вновь и вновь, и, может быть, даже будет манипулировать вашей работой вам, чтобы получать от вас то, чего вы, то, что ему нужно. А это не хорошо. Мужчина сразу должен понять ограницы и то, что неприемлемо для него, чтобы и вас ценить и уважать больше, и чтобы самому учиться уважать других людей, ну и тем более, тем более женщину, с которой у него вроде бы как что-то есть. Это все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...